Можно долго смотреть на доллар, можно предсказывать его курс, но одного мы сделать не можем, это на него как-либо повлиять. Поэтому наша с вами задача защититься от девальвации, в том числе инвестируя и занимаясь своими финансами. Ну и давайте по классике посмотрим, что у нас происходит вообще с валютой. 98% впервые с 15 августа вновь курс доллара, несмотря на то, что долю его пытаются в торговле уменьшить, все равно российский рубль ослабляется к мировой валюте. И это не только к доллару, также и к юаню, и к другим валютам международным. Поэтому очень важно держать деньги не только в рубле. Но сейчас мы еще поговорим из-за чего происходит. Это самодевальвация, ослабление валюты. Сейчас просто важно понимать, что мы приблизились к новым максимумам, и Центробанк не может ни ставкой, ни какими-то интервенциями хоть как-то уменьшить стоимость доллара. Ну и вот сегодня попробуем предсказать, сколько же у нас будет курс к концу сентября. Ну так ролик и называется, курс доллара сентябрь 2023 года. ЦБ планирует снова при приближении к отметочке 100 рублей увеличить продажи валюты почти в 10 раз. То есть очевидно 100 рублей некомфортно для Центробанка, для правительства. Оптимальный курс это 88-85 рублей за доллар. Об этом уже неоднократно говорили. Но из-за того, что происходит отток валюты, из-за того, что есть разница импорта и экспорта, а именно экспорт сокращается, импорт увеличивается, из-за этого ослабляется собственно и валюта. Ну это официальная версия Центробанка и планируется, что со временем вот этот дисбаланс, он уйдет и вновь нормализуется курс. В целом я с этим согласен, потому что ближе к Новому году, я думаю, возобновятся снова экспортные продажи, где-то к ноябрю мы можем увидеть вполне вновь 85, но пока что в сентябре надежды на это мало, конечно. 90 еще может быть, но опять-таки все зависит от того, что будут делать власти. Итак, что значит продажа валюты почти в 10 раз от Центробанка? Дело в том, что один из инструментов поддержки рубля – это у нас его покупка. То есть покупаем рубль, на него больше спрос и, соответственно, цена рубля растет. Соответственно, продаем доллары или юани, и их становится много в системе, они дешевеют, если говорить прям очень просто. Соответственно, Центробанк пошел на такие меры, и мы можем в целом увидеть с 14 по 22 сентября уже укрепление рубля. Можем увидеть 93-90. Я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что уже устал сидеть без покупок. Рынки дорогие, доллар дорогой, приходится ждать. Но мы-то с вами знаем, что кто не ждет, тот проигрывает. Те, кто покупал по 120, так и сидит с долларами по 120. В панике покупать и активы, и валюту – это не совсем правильное решение. Но если говорить, опять-таки, про долгосрок, да, то есть будет ли еще раз там 60-50 рублей за доллар, очень-очень вряд ли. Почему я так думаю? Потому что у нас есть такая прекрасная денежная масса М2 в России. Это количество денег, которые есть в системе. И это количество постоянно растет, откуда у нас и возникает инфляция и девальвация. То есть когда деньги просто так печатают, когда они появляются из ниоткуда и не подкреплены никакой экономикой. То есть обычно же у нас экономика развивается за счет того, что есть кредиты. Затем на эти кредиты люди развивают бизнес, создают дополнительную ценность и развивают экономику. Банки в том числе используются для того, чтобы хранить деньги, делать дополнительный доход, чтобы на этот доход опять выдавать кредиты. То есть это нормальное развитие экономики. Но когда у нас случается такое, что деньги просто так печатаются, они теряют просто свою ценность. И вот тут такая статья интересная от известий, что к августу денежная масса увеличилась на 20, практически 25%. То есть на четверть с тем же месяцем 2022 года. С начала 2023 выросла больше чем на 11%. То есть вот это можно сказать реальная инфляция. То есть денег напечатали много и именно на эту сумму, на 11% деньги подешевели, так скажем, потеряли свою ценность. С 2022 годом деньги потеряли свою ценность на 25%, если сравнивать за год. То есть вот она реальная инфляция. И продукты, товары, они так или иначе догонят вот эти цифры. Поэтому ждать, что будет какое-то сильное укрепление рубля в том числе тоже не стоит, потому что он ослабляется в том числе из-за того, что ее дополнительно печатают. И вот если посмотреть на это все дело на графике, тут очевидно, что с 2019 года практически в два раза деньги обесценились. Сейчас у нас 2023 год обесценились в плане печати. То есть их стало много. Они не подкреплены реальной экономикой. То есть у нас с 2019 года по 2023 экономика не выросла в два раза. Поэтому тут говорить о том, что какой-то будет позитивный исход для российской валюты, к сожалению, нельзя. Ну и, собственно, мы видим закономерный рост доллара. Сейчас 97,9 составляет. Но на бирже постоянно цена меняется. Поэтому 98, так скажем, сегодня пробили. До 100. Я не знаю, дойдем мы или нет до 100. Но один раз уже прокололи этот уровень. Скорее всего, здесь снова будет какое-то экстренное заседание Центробанка. Если уже сейчас Центробанк входит, так скажем, в информационное поле. И, скорее всего, объявит новое заседание, где в очередной раз повысят ставку. Рост ставки и ужесточение денежно-кредитной политики – это еще одна мера, которая должна поспособствовать укреплению валюты. Но про фундаментальные данные мы с вами поговорили. Тут как бы все понятно, что при текущих действиях, при текущей политике экономической все останется по-прежнему. Но что у нас тут по графику происходит? Есть восходящий тренд, есть стабильный такой рост. Если до этого мы наблюдали боковик какой-нибудь, да, вот предыдущие годы. Ну и вот самое показательное – это, конечно, 2014 год. После 2014 года вот оно как раз-таки тоже укрепление рубля. Затем его рост, обновление первого максимума – это 90, и обновление второго максимума. Если пойдем по сценарию 2014 года, то нас ждет по большому счету обновление 120. То есть, если мы посмотрим сейчас на график, то это будет обновление 100. Так, ну это доллар, это на вне биржи, я смотрю, 120 было в моменте. То есть, мы можем обновить эти цифры. Вот у нас на московской бирже 126. Ну, 130 можем сходить. 130 обновим. И потом опять вернемся на 90, на 88. То есть, уровень 85 – это нормальный уровень сейчас для доллара. С учетом волатильности валюты и российского рубля, эти значения будут вполне адекватными, нормальными и приемлемыми. Итак, в ближайшее время, на конец сентября, я в целом жду, наверное, обновления какого-то максимума. Может быть и без него, но мы должны вернуться на 87, 90 и потом уже пойти по этой отметочке. Если не будет никаких шоков, можем даже на 80 вернуться. Где я, в принципе, продолжу свои покупки валюты и продолжу, собственно, инвестировать в разных валютах. Пока что дорого, пока что ждем. Но если ситуацию Центробанк не удержит, то можем увидеть уже и снова 110-115 рублей за доллар. К сожалению, да. Надеюсь, что этого не будет. Такой вот прогноз, друзья. Что думаете вы? Инвестируете ли в доллар? Или, может быть, уже знаете точный курс? Пишите в комментариях.